ребята всем привет вы на канале семья на чемоданах меня зовут славян вот мой инстаграм подписывайтесь вдруг еще не подписывались впервые попали наш канал я сегодня вас приглашаю в новый выпуск он связан с дорогой я покажу вам сочинский серпантин а именно дорогу от краснодара и до самого адлера я не буду затягивать погнали так ребята выезжаем я уже сказал из краснодара ехать нам 6 часов 377 километров время 7 утра вот я вам покажу и на серпантине уже есть затруднения не знаю сколько доедем но я думаю что часов совсем если прям вообще кого-то аншлага попробкам не будет то доедем с меня значит какие-то лайфхаки на серпантине покажу вам опасные места проедем с вами значит лермонтово посмотрим там как этот участок дороги потому что там было обрушение думаю если вы хотите поехать в сочи наверняка видели эту историю посмотрим как восстановили вообще посмотрим как там ситуация на этих на этих участках в краснодаре сейчас сами проезжаем коттеджный поселок изумрудный город типа где дома можно купить от трех с половиной миллионов он очень удобно расположен прямо в городе буквально три минуты езды от нашего жилого комплекса и сразу на выезд восточный обход до масштаб конечно у него большой но и так мало ли муж кому-то надо еще ребята главная цель до вот этой дороге что я вам хочу показать это то что посмотреть требует ли какие-то справки на въезде в большой сочи я вам покажу этот въезд заезд там действительно как будто бы турникеты стоят вот вместе с вами попробуем проехаться у нас на машине не краснодарский регион а забайкальский 75 поэтому любят останавливать но заодно с вами посмотрим есть тормознут то тоже посмотрим диалог смотрите 10 минут восьмого и мы уже попадаем на восточный обход краснодара прекрасно передвигаться по краснодару рано утром нет пробок а в обычные дни краснодар стоит очень сильный даже отчасти похлеще москвы потому что дороги узкие много светофоров и много машин все мы на восточном обходе вот у нас первый сразу указатель здесь джукба новороссийск держимся как раз на джукбу мы заехали в знаменске и вот на свете первая табличка 278 километров до сочи казалось бы да навигатор пишет нам больше но вы не забывайте что сочи он очень большой город вот например я до адлер оставил на соответственно плюс еще там километров 60 нам накидывает автоматически ну и конечно же любое путешествие начинается с заправки будем заправлять машину так по табличкам смотрите горячий ключ 43 новороссийск 161 геленджик 166 джукба топ-сет 353 что ли было написано или 253 не увидел я много городов все не смог я вам перечислить и вот мы с вами сейчас заезжаем в адыгею адыгею 01 01 регион вот посмотрите сейчас я вам покажу по левую руку здесь водохранилище как-то краснодарском так и называется она огромная огромная купаться запрещено тут вообще кстати кто не знал в краснодаре нигде вообще купаться я имею ввиду из природных мест поэтому тоже гонять на море вот адыгея киутешский район приехали мы в адыгея в общем вместе с вами скоро совсем скоро уже начнутся красивые пейзажи где будут у нас с вами зеленые горы смотрите такая здесь развязка джукба прямо новороссийск прямо керчь направо смотрю у нас появилась вывеска стела такая горячий ключ вот мы заезжаем получается в горячий ключ адыгея остается позади и дальше смотрите вот прям тут начинается участок дороги автомагистрали где можно ехать с такой достаточно комфортной скоростью так ну во первых горячий ключ 9 джукба 68 новороссийск 161 а во вторых посмотрите у нас появились горы и они достаточно уже близко это значит что совсем скоро мы пойдем с вами на серпантин который я вам буду показывать все про него рассказывать единственное что перед тем как нам заехать на серпантин нам нужно заехать на шиномонтаж потому что мне машина написала здесь только вылез аж красный сигнал мол срочно проверьте давление в шинах вот нас сейчас заехать выровнять давление я буквально чуть отличалась давление но выровнять точно стоило так сейчас нужно сделать сброс активировать заново до шинах активировано заново но все и значок у меня пропал все ребятки погнали дальше так ну что вот смотрите мы в горячем ключе сразу здесь встаем в пробку она достаточно неприятная даже есть эти бордовый цвет сколько здесь просто им не знаю хотя вот он пишет смотрите пробка на 7 минут один километр но посмотрим время кстати 8 мы проехали 70 километров навигатор общем предлагал поехать вот тут справа и сверху я выбрал короче по низу вот я думаю что сэкономлю а пробка дальше я что-то посмотрел этом хопс такая надпись типа спец батальон дпс досматривает каждую машину шмонает каждого вот это поворот не знаю ладно сейчас сами все увидим вместе с вами на самом деле мы хоть как-то двигаемся вот эту дорогу снизу а вверх вообще не едет плюс вот видите дтп номер раз вообще непонятно что это не делали видимо кто-то там перестраивался и вот так вот они тюкнулись слушайте я не могу сколько писал 7 минут до пробка мы стоим уже двадцать двадцать восемь минут и стоять примерно еще столько же сейчас вот выскочим из этой пробки посмотрим что там случилось я покажу сколько мы стояли помните заехали мы в пробку было без пяти восемь значит смотрите первый из-за чего и затруднения потому что здесь идет сужение получается с трех полос в одну плюс лезут обочинники но дальше все равно пробка продолжается ну что хочу сказать я вообще не по почему здесь пробка вот сужение прошло мы начали потихоньку двигаться двигаемся и вроде как дальше все едет не знаю что здесь держит движение сейчас пока плотно и то что я вам показал ранее было написано в навигаторе ну хрен его знает чуть дальше увидим но пока пока ничего хотя вот сейчас снова мы останавливаемся так смотрите судя по навигатору здесь заканчивается пробка вроде как и че держит я все равно не понимаю вот видите судя по навигатору желтенько уже но здесь ничего здесь не дпс нет ничего зато какие виды уже открываются не доехали еще до серпантина уже столько всего показал да все все зелено и у нас тоже началось движение я вообще не понял чё к чему видимо из-за того что из трех полос все выходит в одну видимо из-за того то что потом все это в 2 и сразу опять сужение плюс камера плюс светофор плюс там тоже переезд ну как бы он с отворотом направо короче не знаю в общем кто вот поедет до в ближайшее время вот смотрите что в горячем ключе есть вот такое затруднением показал хотел показать да сколько вы простояли без 5 8 мы встали в пробку время 35 минут 9 то есть почти час мы простояли до 40 минут кстати вот до джубы дорога тоже петляет вот я вам покажу примерно вот так вот но самый прям серпантин начинается именно после джубы после ремонтного там особо не разгонишься уже 70 там средняя скорость где-то километров 40 ее нужно будет держать причем постоянно ускорение дуга с тормоз то подъем вверх турецкий спуск сейчас все увидите это джубы вот едешь получается то у нас две полосы у них две полосы то есть есть множество моментов обогнать в принципе не чувствуешь дискомфорта но в целом чуть обгонишь вот так потом хлопс упираешься в основной поток и двигаешься со скоростью уже 40 километров в час на самом серпантине там конечно чуть по-другому там обогнать обгон проблематичность совершать вот сейчас все посмотрите и да у кого есть проблемы с ушами у вас их часто закладывает то с этого места закладывает уже прилично сам еду неприятно берите с собой жвачку ребята если вы двигаетесь в сочи и хотите про путешествовать по большому сочи налегке с удовольствием интересно у нас для вас есть авторский наш гайд мы прожили в сочи достаточно долго изучили его про путешествовали вот так вот и написали целых две части от лазаревского района до красной поляны там есть много всего наши рекомендации лайфхаки советы в общем приобретайте цена 490 рублей пишите либо мне в instagram либо насеньке изучайте и самое главное путешествуйте а мы продолжаем путь наконец у нас этот развязка джугба сочи налево геленджик направо соответственно держим левее вот так удержимся левее поворачиваем на мост сюда дорога на геленджик мы едем в сочи на сербантинчик и вот до сочи нам 170 top c 55 джугба 3 висит знак осталось чуть-чуть ребятки что мы заехали в джугбу и здесь будет небольшое затруднение еду утром да как вы уже знаете время 20 10 она будет незначительная и днем ребята это затруднение из красного превращается в бордовое и растягивается на больше больше километров джугба это ближайшее море с ней населенный пункт с морем данный от краснодара сюда едут все местные и рассасываются дальше по пляжам черного моря до азовского с краснодара чуть-чуть подольше ехать ну что все мы выехали за джугу вы знаете пробка хоть и была но такая достаточно комфортная не приходилось прям толкаться в принципе всегда там километров 10 ползешь ну норм я просто говорю что днем пробка это гораздо сильнее все впереди серпантин и сразу после джугбы смотрите какой открывается вид морюшка морюшка вот отсюда вы уже можете где-то остановиться если вы видите издалека и искупнуться но красота же автокемпинги пошли смотрите какая загруженность автокемпинга просто нереально обалдеть нам осталось сами доллар мантова три километра и там я хочу вам показать как восстановили дорогу восстановили ли ее но если что восстановили просто посмотрим с вами насколько хорошо и качественно если из-за этого там пробки и вот впереди уже ребята виднеется лермонтова вот дикие пляжи в лермонтова возле автокемпинга в тоже плавненько плавненько заезжаем то есть смотрите вся береговая линия усыпана кемпингами вот мы и заезжаем лермонтова есть аквапарк так я вижу на тротуаре еще грязь после апокалипсиса который здесь был апопарк почему-то сухой не работает что ли до дороги вон все размыты разбиты видите так да и вот тут вот ведется ведется еще ребята реконструкция так ну что вот смотрите в лермонтова ситуация вот следующая вот так вот типа постановили дорогу многие говорят нет ребят ее не восстановили и продолжают восстанавливать но движение тут есть вот машины ездят пробки как вы сами видели мы не стояли все вот он опасный тот самый участок который обрушился мы его проехали я здесь походил и поснимал для вас лермонтова снял самую актуальную информацию которая сейчас здесь что здесь сейчас происходит залетайте ссылочка оставляю в описании под этим видео и вот ребята вот от этой стелы вот от этой стелы запоминайте и она идет после лермонтова где-то километров через 5 до после лермонтова начинается серпантин и будет дорога вилять петлять тут так вот бойцы стоят видите в окопе вот новомихайловский вот мы заезжаем и вот это его поселочка дорога будет сейчас нас трюкать включать в процесс где невозможно расслабиться здесь не получится поставить машину на круиз-контроль нужно быть максимально ребята внимательными потому что помимо вас есть еще другие участники движения которые могут затупить так ребята мы сейчас находимся на подъезде к ольгинке тоже прекрасное место для отдыха многие выбирают ольгинку и вот тут уже вот начинаются вот эти спуски вниз вот видите например сразу знак 7 процентов спуск дистанция грузовых машин должна быть большая видите этот же спуск особенно кто едет впервые по этому серпантину будете вообще насторожены я когда первый раз ехал по этому серпантину тоже мы там остановку сделали в краснодаре и потом ехали на красную поляну так вот я когда добрался до красной поляны ребята меня просто как как лимон потрепало я вообще так устал болела голова жесть была вот реально жесть сейчас конечно я по серпантину проехал уже мы большое количество раз и дорога для меня прям такая стала родная говорю кто едет первый раз второй раз да видите знак как бы опасный такой поворот плюс знак осторожно камнепад x как как уходит дорога на 180 градусов просто а вот про металлические сетки про которым говорил видите здесь они есть чтобы камни не падали они падают и чтоб не попадали в машины и вот снова дорога идет вниз вот таким предельным поворотом и вот еще один поворот до состояния дорожного покрытия ваще хорошее кайфовое ехать можно минимум ямок норм вот прям норм живописная красиво очень мы сейчас как бы сделали правда отворот от моря нету видно море но дальше будет вот есть указатель парковка 400 метров давайте сейчас попробуем дадут доехать вот я покажу вам здесь короче на всем серпантине достаточное количество общих карманов куда можно заезжать и делать там перекусы не знаю в туалет сходить вот например видите по левую руку такой карманчик жикс остановился сделал свои дела главное не мусорите ребята вот видите парковка вот такая вот достаточно большая место всем хватит пожалуйста не мусорь это я уже вижу мусор увозите с собой так ну что мы заезжаем в ольгинку главную дорогу так вправе уходит никуда поворачивать вообще не нужно просто едешь прямо и наслаждаешься дорогой ну очень красиво ребят едешь постоянно каких-то ущельях на обрывах с видом на море классно ну правда классно я не знаю пока пока живописнее дорогу я не видел да серпантин это очень опасная дорога очень здесь нужно быть предельным внимательным предельно включенным дорогу не нужно отвлекаться на телефоны не нужно отвлекаться особенно говорю когда вы едете первый раз не нужно обгонять рискованно нужно притормаживать на поворотах потому что каждый поворот здесь опасный вот проезжаем ольгинку а вот тут вот за сосны получается такой типы дикий кемпинг на люди пробираются и вот смотрите вот так вот стоят с палатками прикольно интересно там у них такой обрыв получается в море вот видите люди вот так вот заряжает давайте остановлюсь покажу вот ребята вдруг может быть кому-то нужно вот дорога основная да и вот машину поставил сюда можно тоже заехать и вот так вот встать в палатке смотрите какие у вас будут виды вот шикарно вот дикие пляжи это конечно очень клёво и вот вся береговая линия получается усыпана таким вот отдыхом немножко спустился такой у нас с вами прям интересно получается выпуск про серпантин где мы еще и лазим люди вот так вот делаются шалаши непонятные вон там вот получается за углом ульгинка это на морюшко дикий пляж вот так вот приехал встал и реально насладился природой гляньте какой кайфа ладно поехали дальше так ребята смотрите из почти сразу за вот этим местом есть эстакада можете заехать ну мало ли у кого там чё там случается вот она есть здесь парковка вот запоминайте это за вольгинки вот эти дикие все места начинаются и есть эстакадка короче так висела табличка до сочи 132 километра и еще хотел с вами поделиться вот такой вот история как препятствие по скорости еще очень серьезные создают большегрузы они бывают едут со скоростью 40 бывает 30 то есть вот порой вот так прицепишься за ними все и ни в какую ты их не обгонишь вот как мы сейчас едем со скоростью 40 километров в час и нет никакого момента обогнать но им понятное дело им по серпантину нужно вообще еще аккуратнее ездить потому что как не поедешь по серпантину так обязательно видишь как они лежат опрокиданные чуть-чуть не рассчитал скорость радиус и все и опрокинулся и вот горы эти был спуск сейчас такой подъем достаточно плотный начинается смотрите вот подъезжаем к такому наверно первому достаточно опасному повороту который уходит на 180 градусов и резко идет вверх посмотреть вот это прям уже реально такой прям дельный так сказать серпантин видите и снова дорога уходит налево вот так вот видите и снова сразу направо то есть видите газ тормоз газ тормоз и влево вправо есть вот такой вот карман видите где можно остановиться вот и снова вот так вот резко налево и опять парковка обустроенная повторюсь главное не мусорьте здесь красивые виды останавливайтесь висит камера на скорость и еще один поворот эти как хопа и еще налево то есть все вот отсюда прям вот ну грубо говоря там кто обсе мы сейчас подъезжаем сюда прям дорога будет только вилять никаких прямых движений в лазаревском будет еще момент когда по лазаревского проедемся там прям окей нормально а дальше опять зигзаг видите вот чуть-чуть идет дорога прямо и снова херраксу так налево только налево повернули и ракс вот так вот и направо я прям рекомендую вам останавливаться в этих карманах если вы едете в первый раз здесь правда открываются очень крутые виды на море вот тут справа море поэтому не ленитесь об смотрите как оба ну что вот мы видимо заезжаем в топ-7 1838 году основу этот город вот она большая стела топ-7 закрыли проезд положили бетонный блок вот раньше можно было заехать топ-7 тоже интересный город где можно отдохнуть а вот сюда вот съезд ребята вот сюда вот дорога уходит на скалу киселева мы туда ходили с настенькой дождливую погоду капец как было сложно и капец как было экстремально так вот если вы хотите посмотреть как это оценить свои силы то посмотрите выпуске я тоже прикреплю в описании под этим видеороликом вот официально получается по табличке мы заезжаем в топ-7 вот так вот вот с таким вот опасным поворотом налево и вот с таким вот опасным поворотом направо я думаю чё он тут их стоит домой куда-то заехал когда поворачиваете здесь едете навстречу вам едет фура вот как сейчас был момент прижимаетесь как бы ближе краю чтобы вдруг она перевернется чтобы у вас не зацепила идти такие дороги начались вот это кайф на самом деле просто когда вы едешь первый раз так сильно напряжен просто потому что ну кто ни разу не ездил по серпантину вообще хереть честно как я первый раз опу так вот смотрите в x вот так вот город воинской славы туапсе посмотрите сколько стел стоит перед городом все ребятки мы в топ-7 и сам город топ-7 ребята нас встречает пробкой пробка достаточно длинная будет идти через весь город но в принципе здесь она вот всегда если днем ехать то вот она есть и здесь придется постоять нужно это просто принять вот такие моменты есть обрушается серпантин видите дорога ушла вниз поставили пока эти отбойнички пластиковые и видимо скоро начнут делать но на серпантине вот все больше и больше стал участков где дорога уходит вниз вот например как как мысе были были сейчас посмотрим будем когда там проезжать посмотрим сделали ли там дорогу или тоже как как в лермонтово типа сделали кстати уже выехали зато псы принципе прилично после топс и начинает дорогу очень сильно вилять вот примерно средняя скорость 30-40 километров все прям после топс вообще нету прямых участков постоянно дергать руль то влево то вправо педальки играть постоянно вот поставили свежие бетонное заграждение здесь тоже было бал вы можете заметить вот видите шикс теперь все по новенькой ну вот разметка еще какая временная красного цвета и вот участок видите здесь тоже все обрушено не знаю может быть будут новую дорогу конечно прокладывать сочи но вот так вот усиливают здесь тоже был недавно попал все ушло вообще опасно в любом случае передвигаться потому что никто не застрахован что ты хлоп съедешь едешь и не провалишься вот здесь расширили а здесь сеткой новой затянули камнепадство ведь какой аварийный участок вот очень-очень опасный поворот видите как фуры заходят шикс на 180 градусов резко вниз еще очень много кочек вот здесь сделали такое усиление горы эти камни как обвалились вот сколько едем камера включенная вы можете заметить какой долгий участок находится под реконструкцией потому что камнепады постоянные вот видите как обрушилась испортила дорогу и вот они все камни лежат их собрали в кучу вот этот участок вниз куда-то тоже видите сжигал обвалился заново заново здесь проложили поворот в общем снова решил я включить камеру чтобы показать вам что вот сколько едем столько и участок под реконструкцией серьезные здесь были вот последствия после жестких дождей когда сочи топило видите везде садят бетонную же ограждение вот они камни которые падали сверху где дедеркой заезжаем и поселочек 11 метров расстояние это очередной опасный поворот на серпантине вот так вот вот или техника него делать реконструкцию так вот видите все по разрушила природа вот укрепляет вот так вот заливают видите бетон делают крепление жестко слушать жестко природа изменила серпантин из трактора новые бетонные блоки поставили ухты и часа так опасно посмотрите как опасно сейчас это было как он висит на фуре вообще вот как стоп все выехали вот все прям идут эти ремонт и дорог и влаще не кончаются я конечно немножко в шоке если честно с одной стороны это конечно хорошо серпантин сейчас обновят хорошо то что не перекрыты полосы а то бы сейчас тоже стояли подвергались последний раз когда мы ехали много проста или пробка потому что одна сторона едет вторую останавливают и только одна полоса пропускная получается а сейчас прям ну пока норм едем пока норм до сочи осталось примерно 90 километров так мы значит заезжаем в поселок шепси не знаю как здесь отдыхать ни разу здесь не отдыхали здесь вообще какие-то пансионаты санатории кругом кто здесь отдыхает пишите в комментах может быть когда там мы тоже соберемся съездим на разведку а у нас продолжается серпантин да вот так вот на серпантине кому-нибудь пристанешь особенно после туапсе потому что здесь нет всяких моментов для обгона их минимум просто и вот будешь так вот ползти едем просто 20 километров в час за ним ну понятно ему очень сложно он загруженный там и так далее и тому подобное а нам приходится терпеть вот 30 вот хлопцы уже не выдерживают люди через сплошную фигачат паста конечно вон ему навстречу тоже мазик вылетает и лоп-в-лоп не так конечно делать не очень ни в коем случае не ждет что ребята смотрите что я вижу сочи это значит что мы заезжаем в большой сочи сейчас будет такой ответственный момент там где как правило останавливают по моему нас останавливают всегда там вот заезд магри этот пост как раз находится в магри ну заодно как говорится посмотрим вот бензинчик 95 50 90 48 65 дизель если кому-то это нужно так они короче там на выезда стоят даже никого не тормозят а вот на въезд могут учитывая сейчас всякие эти ситуации справки приливки сейчас посмотрим самому очень интересно а вдруг что-нибудь правильно вот 400 метров нам осталось до поста ДПС вот заезжаем вот заезжаем вот видите да даже такая пробка ничего себе ограничение 40 вот это да так внимание в сочи ведется режим повышенной готовности соблюдайте масочный режим прикиньте сейчас у нас еще нахер как не пустят вот будет прикол вот табличка представляете в сочи ведется режим повышенной готовности соблюдать масочный режим жесть конечно я первый раз еще такое вижу ладно давайте я не буду привлекать внимание я вот так поставлю камеру я надеюсь вам все видно посмотрим посмотрим опс кого-то выцепили там выборочно просто вообще выборочно берут кого-то выцепляют не знаю но скорее всего еще и с с чужим регионом ладно сейчас посмотрим зацепят ли нас стоп контроль стоп остановились двигаемся дальше вот ребят тормозят тормознули вот это дела нас не остановили все добро пожаловать в сочи ребята мы в большом сочи но на этом серпантин не заканчивается он продолжается потому что сочи я уже говорил он большой вот нам до сочи до самого центра 86 километров так что ребята не переключаемся продолжаем смотреть серпантин как резко прям вылетаем и бах по тормозам ничего себе какой опасный момент а почему там что случилось почему так потому что почему то пробка да на серпантине такое возможно нужно поэтому лучше не гонять здесь вот я кстати неоднократно уже в выпуске говорил про карманы да вот здесь можно видеть вот так вот остановиться останавливаются фуры туалет табличка висит вот вот а через 400 метров там какой то будет привальчик сейчас посмотрим так вдруг откуда ни возьмись стояли поясники кого то ловят и вот привал про который собственно была и табличка тут есть туалет вот можно покушать и отправиться дальше вообще вообще многие рекомендуют серпантин преодолевать ночью потому что он разгруженный потому что не так жарко на улице окей я согласен но мне кажется не всем удобно ездить по ночам потому что во первых это серпантин так такая дискомфортная дорога особенно с первого раза плюс ночью вообще не каждый любитель ездить я не знаю сколько езжу всегда езжу днем пробки да пробки ладно ничего страшного плюс два там часа ну и ладно а если ехать и как говорится просто кайфовать этой дороге можно заезжать спокойненько в различные поселочки и купаться поэтому мы как-то по серпантину ехали вообще дня 4 просто останавливались в этих поселках изучали кайфовали так смотрите лазаревская 3 сочи 69 отлично мы как говорится почти почти приехали в лазаревском я уже говорил что будет участок без вот этих вот гаражей там можно немножко будет отдохнуть от серпантина немножко прокатиться по прямой либо вообще сходить искупаться кстати как вариант пляж проходит прям возле дороги в лазаревском сейчас все увидите покажу вот такие вот повороты у нас продолжаются и подъемы вместе с поворотами вот тут такой опасный участок дороги висела табличка камнепад и здесь действительно падают камни вот и не видно свежие валяются просто дело в том то что здесь нету вот этой почему-то металлической сетки видите каких много валяется вот вдоль дороги короче эти моменты надо по быстренькому проскакивать и вот тут вот тоже нету почему-то вот этой сетки металлической а нет вот она тут началась а там нету не знаю почему вот видите такая есть табличка внимание опасность опрокидывания вот вот здесь вот ребятам которые ездят на грузовых машинах нужно быть предельно аккуратным предельно внимание внимательным особенно вот паровозом типа магнита вот так вот очень аккуратненько со скоростью просто 10 километров в час вот так спускаемся и преодолеваем этот поворот еще будет парочку таких водопады вот тут был слева национальный парк лазаревского у нас кстати в гайде все это есть поэтому кто хочет попутешествовать по сочи приобретайте я уже говорил в начале выпуска ссылочка в описании так немножко разогнались дальше знак 40 опять дорога будет вилять опять оп 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 видите как дальше 30 еще опаснее значит сейчас будет вот так ну икс дааа а уж ничего видите реконструкция тоже немножко обвалилась есть карман вот кому-то может быть нужно да что здесь комнаты, номера сдают, вот уже пошли таблички. После этого поворота мы заезжаем с вами в Лазаревское. Место, в котором тоже любят отдыхать огромнейшее количество россиян. Так, а вот тут вот на въезде, на въезде вот эта вот синяя крыша Вилла Плаза. Мы тут как-то сняли номер и просто охренели. Выпуск, кстати, набрал огромное количество просмотров. Я ссылочку тоже оставлю в описании, здесь подсказку. Посмотрите, какая там дичь. Так, а мы с вами двигаемся, значит, по Лазаревскому. Сам поселок очень классный, прямой, аккуратный, красивый. Можно тут отдыхать, отчасти даже, наверное, нужно хоть один раз сюда приехать, заглянуть. Вот в Лазаревском вот на вот этой центральной улице есть все. Есть торговые центры, всякие фастфуды, есть вот даже, смотрите, дельфинарий. То есть здесь огромный такой выбор, где спускать накопленные на отпуск деньги. То есть вот Лазаревское я бы вот по-любому прям порекомендовал для тех, кто хочет клево курортно и недорого. Сейчас висела табличка, типа, мол, впереди опасный участок дороги протяженностью 5 километров. Мы заезжаем в Волконку и давайте вместе с вами посмотрим, что здесь опасного. Повороты, спуски и подъемы. Запомните, населенный пункт Волконка. Я думал, опять перевернутый лежит, а нет, он стоит, слава богу. Прицепились мы вот за газелькой, вот за вот этой, и очень медленно прям ползем и ползем за ней так долго. Вот, блядь. Карман был, она уступила, один проскочил. Точнее, это даже уже не первый, кто проскакивает, она вот уступает. Вообще молодец. О, нифига, корова. Просто огонь. Спасибо тебе, аварийночка. Маргнив его. Так. Ну вот, наверное, опасный. Видите, внимание, аварийно опасный участок. Так, 11 метров должны держать дистанцию грузовые машины. Да, потому что, вот видите. Оп, такой очень резкий спуск. Водитель тихохода пропустит колонну. О, видите как. Какие таблички. То есть, вот он заныривает в этот карман, пропускает за собой колонну. Он обязан здесь пропустить колонну, понимаете. Иначе он нарушает. Хопс. Вот так вот. И вот такой вот. Смотрите, какой маневр. Опа. Обалдеть. И снова немножко прямо вот еще чуть разгоняемся. Опять оттормаживаемся, смотрите, направо. Тут же. Налево. Вот так вот. Еще один кармашек для отдыха. Либо для того, чтобы пропустить колонну. Вот. Немножко даже нам позволяет серпантин разогнаться. А вот сейчас висела табличка, чтобы водитель проверил тормоза. Впереди затяжной спуск и опасный поворот. Я не успел включить камеру, чтобы показать ему табличку. Неприметно они стоят, заросшие в этих зарослях. Но, тем не менее, вот давайте сами посмотрим. Хоп. Спуск. Да, спуск действительно. Повороты. Ну, да. Да. Затяжные действительно. Вот смотрите, насколько нам приходится сейчас затормозиться. Оп-оп-оп-оп. Да. И видите, хоп-хоп-хоп. Такой затяжной-затяжной. Опа. И вышли. Парковочка. Вот еще одна с прекрасным видом на море. Посмотрите, здесь еще одна парковочка. Аварийно-опасный участок. Аварийно-заварийным. Вот смотрите, внимание. Опасность опрокидывания. Видите, прям табличка предупреждающая и предупреждающая. Поэтому будьте внимательны. Да. Очень опасный и крутой поворот. И еще один. Оп-оп-оп-оп. Сколько тут? На 180 градусов аж. Шлепс. Каткова щель. Заезжаем. Вот еще одна табличка висела. Опасность опрокидывания. Надо показать вам этот поворот на 180 градусов, который идет резко вниз и потом резко вверх. Вот смотрите, какой здесь специально сделан широченный поворот. Радиус, чтобы брать. Оп. У меня большой грузов. Смотрите, как широко. Сейчас больше всего на слух необычно большое. Что такое? Опс. Так, что там? Магниты стоят. Просто стоят. Опа. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Видите, как широко. И, кстати, сразу же парковка есть. Опа. Вот просто посмотрите, в каком состоянии фура. Она перевернулась. У нее вывалилось все из кузова. Вот, я говорю, как вот я не езжу по этому серпантину, я обязательно увижу грузовую машину, которая либо шахнулась, либо перевернулась. В данном случае она, ну, легла, походу, на правый бок, потому что, видели этот весь буфрокартон, который лежит, разбросанный. Это с ее кузова. Сколько она здесь стоит, конечно, неизвестно. Но, вот, это как раз те самые места, повороты. Очень-очень опасно, особенно для фуров. Вот, посмотрите, какой участок восстанавливают, ставят новые вот такие вот бордюры. С отбойниками. Так, мы заехали в Вардоне. И здесь можно вот так вот даже прокатиться по прямой, прям как в Лазаревском. Здорово. Давайте посмотрим, что за поселочек. Вот видите, официальная теперь табличка Вардоне. Добавь скорость пешехода. Нижняя БУ, если поем налево, нам нужно направо по главной дороге. Так. Вот здесь такая лайковая дорога. Кстати, обращу ваше внимание, что начались пальмы. Банановые пальмы. Это значит, что мы уже полотно подъехали в Сочи. Для тех, кто не знает, климат субтропики. Красота. Ура. На улице 32 градуса, ребята. 32. В теньке. Туристическая, смотрите, улочка. Направо туристический проход к морю. Вот они, пальмочки, пальмочки нас встречают. Красота. Так, ну что, давненько у нас не было вот таких пробочек с вами на серпантине. Втыкаемся в нее, и она почти до самого конца Лоо. Нам остался один километр до Лоо. Вот давайте я вам по карте покажу. Вот, и почти до самого конца Лоо будет пробка. Вообще, на самом деле, Лоо стоит постоянно, поэтому вообще это не удивительно. Как бы ладно, окей, будем стоять. Это, ребята, центральная улица Лоо. Справа ЖД вокзал. Слева всякие гостишки, всякие маркеты, сбербанки и так далее и тому подобное. В общем, вот на этой улице вся инфраструктура. А на набережной классный отдых. По сути, Лоо состоит из двух частей. Вот эта улица центральная, самая центральная. Выезжаем из Зосло. И дальше у нас впереди Дагомыс со своими выкрутасами. Кстати, а в Дагомысе, между прочим, установлены автоматическое управление светофоров. Представляете? И называется они так... Ау! Сейчас покажу. Я вам как-то в выпуске говорил, что в Дагомысе очень сильно дорога ушла. Вот это как раз вот эта часть. Видите, как она разрушена здесь получается? Новые поставили вот эти укрепления. Еще ее до конца не доделали. Здесь еще, по сути, делать и делать. Убрали. Убрали они светофоры, по крайней мере. Проезд, чтобы нормально. То есть ездить уже можно. А раньше это было только по одному. Опа! Дальше у нас, смотрите, сейчас будет поворот на 180 градусов. И резкий спуск вниз. Оооо, гляньте как. Вот так вот. Их! И посмотрите, и еще раз вот так вот направо. Вот такой вот, ребятки, серпантин. Посмотрите, как на серпантине нельзя гонять, ребята. Ни в коем случае. Вот такие вот дела. Жестко. Вот так вот, ребята, бывает на серпантине. Поэтому не гоняйте. Вот подъезжая к Дагомысу, такой прям перевал начинается. Видите, прям серьезный такой. Видите, и мы погнали вверх. И вот к Дагомысу ближе движение уже, можете заметить, оно плотное. Причем, говорю, не важно, когда вы едете. Мне кажется, даже здесь ночью, ночью не ездил. Ездил в темное время суток в 11 вечера. И все равно мы стояли тут в пробках. А, кстати, вот деревья. Видите, как падают на серпантин, и в любой момент они могут упасть и на вас. И вот тут отпиленные ветки лежат. Не дай бог, конечно, на вас там, на меня, не дай бог вообще. Но вот видите, такие моменты бывают. Все-таки это горы, серпантин, дорога, которая построена искусственно. И природа здесь сама, как говорится, решает, когда ей все это обрушить. А мы с вами поднимаемся. Еще, смотрите, как несется. Вот фуры тут, конечно, творят местные. Беспредельно, мне кажется, но серьезно. Ну, глядите, как газель тяжело-тяжело заходит. Еще, видимо, груженная. Ей вот этот вот, опа, подъем с поворотом дался прям тяжеловато. О, несутся в фуры, посмотрите, что творят. Вообще. Опа. Прицепились мы вот за газелькой, получается, но за этой, видите, она очень сложно вывозит серпантин. Посмотрите, какой здесь, ребята, открывается прекрасный вид на Дагомыс. Ну и на пробку. Да, думал, получится вам показать потрясающий вид. Вот этот поворот в Дагомысе очень клевый. Посмотрите на эту красотищу, ребята. Я говорю, серпантин – это вообще залепательное зрелище. Особенно для пассажира, который с вами поедет. Вы-то, понятное дело, в дорогу будете включены все полностью. А вот пассажир будет наслаждаться вот этими великолепными видами. Какой кайф. Тут вот, видите, висит такая табличка на повороте, возможно, выезд на встречную полосу. Действительно, есть такая тема. Вот, например, вот эта фура, паровоз едет. И вот она своим прицепом, получается, залазит на встречку. Вот сейчас она как раз ехала и прям так нормально цепляла встречку. Поэтому, кто будет вот на вот этом повороте, прижимайтесь правее. Видите, фура стыд ждет? Видите? Давайте мы ее попробуем пропустить. Вот, заодно я вам покажу, что происходит. Видите? Видите, как она ломается? Вот так вот. Вот такой вот поворот. Это, по-моему, кстати, вообще самый такой жесткий на всем серпантине. Но не для легковых, конечно, а для грузовых. Виды. Вот он. Сам Дагамыс. Въехали. Наконец-то. Так, а светофор, который я вам пообещал показать с надписью АУ, пока не встретился. Так, у нас Шаумяновка заканчивается. Движение транзитного транспорта по направлению Адлера осуществляется в обход города Сочи. Да, так, в принципе, будет и гораздо быстрее, если ехать именно в объезд. Потому что ехать через сам город, все пробки ваши, поэтому учитывайте, если вы едете в Абхазию, либо в Адлер, то лучше, ребята, лучше ехать в объезд. У нас сейчас буквально, ребята, последние вот эти крутеля влево-вправо, влево-вправо. Сейчас должна быть здесь где-то табличка, что конец перевалу. Вот, и на этом серпантин у нас заканчивается. Мы подъезжаем уже к самому Сочи. Вот, Большой Сочи-то мы давно уже заехали, вы помните, надеюсь. Тут вы крутасы, вариация. Внимание, уступи дорогу спецтранспорту. Центральный район в Сочи, все, мы въехали, ребята, в центральный район Сочи. Так, здесь ограничения есть, гнать нельзя. Таблички камнепадов, родные места, родные места. Как же мы любим этот город. Но вне сезон. В сезон здесь очень-очень много людей. Так. Опа. Вот он указатель. Сочи-центр, Адлер, Сухум. Мы поедем на Адлер-Сухум. Вот, видите, Сочи, Адлер. И вот она табличка, про которую я вам говорил. Конец перевала. Вот она. И тут нас ждет пост ДПС. При въезде в сам Сочи. Вот так вот. Это, кстати, микрорайон Мамайка уходит туда. Такс. Опа. А нам вот сюда. Развязок понаделали. Так. А куда нам? Сюда вот. Опа. Вот так вот. Ну что, друзья мои. Вот такой вот выпуск у нас с вами получился. Я считаю, что получился максимально информативным. Я показал вам почти весь серпантин. Показал вам те моменты, на которые точно стоит обратить внимание. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Ребятки, самое главное, путешествуйте. Не бойтесь. Это вас очень сильно развивает. Всех обнял. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok